Находясь в трудной ситуации, помогать другим. Подобный альтруизм встречается нечасто, но тем более цены такие люди в нашем обществе. Такой была Ирина Гавришева. Известный запорожский волонтёр, в минувшие выходные ушла из жизни, но оставила своим преемникам благотворительный фонд и прощальное письмо, вдохновляющее окружающих. Иру всегда поддерживали близкие и друзья, а она сама помогала тем, кто в этом нуждается. Работала в благотворительных фондах, помогала тяжело больным детям и сиротам. Была президентом Всеукраинской ассоциации людей, которые борются с местами НИИ. Ездила на конференции по правам пациентов. Своим опытом часто делилась на телевидении. Главный режиссёр телеканала Алекс Зоя Карпова познакомилась с Ириной, работая на благотворительном проекте. Она мне запомнилась человеком, который очень любит жизнь, который думает только о других. И такие люди, наверное, появляются один раз за сто лет, потому что у неё была миссия на земле. Поэтому она так долго жила, несмотря на свою болезнь. Диагноз «генерализованная миостыния сверхтяжёлой формы» Ирине поставили в 16 лет. В Украине больные с таким диагнозом живут не более 10 лет с момента появления первых симптомов. Но, вопреки всем прогнозам, Ира перешагнула этот рубеж. Держась из последних сил, отметила 31 день рождения. Как бы ей не было тяжело, она старалась этого не выдавать и радоваться каждому дню. Она мне запомнилась, как она танцевала на благотворительном балу в инвалидной коляске. Кружилась в вальсе, и люди улыбались и аплодировали ей. Сегодня друзья и родственники вспоминают со светлой грустью этого невероятно позитивного человека. Смешанные на самом деле чувства, и вроде и слёзы на глазах, но при этом улыбка на лице. Ира меня научила радоваться жизни, научила меня постоянно искать выход из любой ситуации. Это такой волевой человек на самом деле, который никогда в жизни не сдавался. Даже покинув этот мир, Ирина продолжает помогать окружающим. После смерти девушки, её подруга опубликовала прощальное письмо. В нём Ира просит не покупать цветы в день похорон, а пожертвовать средства больным детям. Полную версию письма можно найти на фейсбук-странице Ирины Гавришевой. В нём и ссылка, куда можно отправлять помощь. Те, кто хочет почтить её светлую память, могут сделать это, приобщившись к доброму делу. Этому Ирина посвятила всю жизнь и вдохновляла своим примером окружающих. Субтитры создавал DimaTorzok